Девушки отдыхают У тебя на лбу написано Только польза от этого какая? Хм, тоже мне читатель Ура! Ой, Вера Павловна Это ты выше стала или я ниже? Ну, что у вас тут новенького? Я по лицам учусь читать Вот у вас подбородок волевой Значит, вы человек с характером Что есть, того не отнять Надо бы сумки разобрать Уже бегу, дорогая Шарик, по-моему, твоя теория не работает Все работает Вон, у Веры Павловны лицо круглое Значит... Талантливая Так что же мы стоим? Действительно, лучше пойти прилечь Ну, ты лежи, если хочешь А я буду талант нашей дочери развивать Это какое, интересно? А вот это нам и предстоит выяснить Вера Павловна, повторяй Миме мамону Тава-тава Миме мамону Тава-тава Миме мамону Тава-тава Ой, все Так, Вера Павловна А давай потанцуем Значит, не потанцуем Какой же у тебя талант? А ты в сторонку отойди, дорогая И понаблюдай Детям свобода нужна Пап, лучше ты в сторону отойди Дядя Федор Может быть, ты знаешь Какой у твоей сестры талант? Ну, она рисовать любит А еще мне на кухне помогать И строить Эти, как их, забыл В общем, строительный у нее талант есть Вот сейчас мы Веру Павловну На все эти таланты И проверим Субтитры сделал DimaTorzok Вера Павловна Ну, как же так? Похоже, в Простоквашино Мы все твои таланты Только закапываем А у нас прекрасная новость Мы с папой нашли для Веры Павловны Развивающий детский сад Прямо напротив дома В городе Мам, ну зачем ей сад? Вере Павловне в Простоквашино хорошо Там ей будет лучше И вообще, мы все уже решили Интересно, кто это мы? Ну что, Вера Павловна Поехали Что еще за фокусы? Попался Вера Павловна Так это ты делаешь Управляемый чемодан Ничего себе! Похоже, у нас в семье Изобретатель растет Так вот он, твой талант Изобретатель Эх, а я на кулички ставил В кого же она такая? Есть у нее один учитель Става, Става! Ну так что? Мы куда-нибудь едем? Ура! Вера Павловна остается Дядь Федор, ну-ка, дай руку Такие длинные пальцы Обычно у великих пианистов Встречаются Тсс, Шарик Я же барабанщик Угу Назовите столицу Венесуэлы Правильно Правильно Каракас Пап, привет! Здрасте Дядя Федор, ты же сделал задание по географии? Ну, так я вот сейчас делаю Это хорошо Мы сегодня с мамой Твоего учителя встретили Надеюсь, вы шептались о том Что дядя Федор сегодня же пришлет готовое задание Или завтра же ты возвращаешься в город С сестрой Ну, ничего, ничего Я банкрот! Тихо ты! Хоть, чтобы его в город забрали Видишь, занимается человек А кто мне помогать будет? Коровки мои доиться перестали Конвейер стоит Я помогу Я в лесу поведение животных Знаешь, как изучил? Шарик Если ты мне поможешь Я тебе Селфи-палку подарю Давай, Шарик, давай Думай, думай Как корова, думай Может, они это Одни погоды закручинились? Надо их развеселить И они снова доиться начнут Шарик, я всегда знал Что ты редкостный балбес А ты, оказывается, еще и гений Ух ты Как всегда, все самому делать приходится А за окошком месяц май Месяц май Месяц май Кошмар Назовите горную систему, расположенную в Европе Карпаты Хватит подсказывать А где все? Вы чего это, развлеклись? Мы пытались ее побороть Но она сильнее Кто? Коровья депрессия Грустное состояние души такое Как же мне вас теперь лечить? А никак Все мы лишь пылинки в хаосе бытия И мироздание Кто там? Кто? Кто там? Карпаты Точно Карибы Осталось только солнце нарисовать И все Не получится Наш Микеланджело Рязанский Всю желтую краску На песок извел А что мне? Песок с зеленой краской Что ли рисовать? Да хоть бы и зеленой Это тогда травка была бы А так Ты моих коровок Без солнышка оставил Чем же нам солнце заменить? А давайте нашу собаку Баскервилле И фосфором намажем И вместо солнца Под потолок подвесим Ну ладно Если это делу поможет То я готов Никого мы подвешивать не будем Люди зимой за солнцем Солярий ходят Ура! Солярий! А где же мы его возьмем? Тама-дама Тама-дама Мой холодильничек! Мой холодильник! Мой холодильник! Мой холодильник! Мой холодильник! Ого! Мои коровке топленое молоко Давать начали Шарик готов рекламу И поэтому в тропиках У всех всегда хорошее настроение Готово! Ты молочком не забывай, а ладок убирай. Морт давно закончился, а коты все. Орут и орут демоны. Здрасьте вам! Здрасьте вам! Джага-джага! Дядя Федор, а ты помнишь, что у вас на следующей неделе олимпиада по физкультуре? Ты готовишься? Ой, какое совпадение. Я как раз прошла ускоренный курс подготовки по физической культуре. Ага. Я не только Феденьку. Я здесь всех подготовлю. Все на построение! В одну шеренгу становись! Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Раз, два. Начинаем тренировку. Пять кругов вокруг двора. Да, кажется, няня у нас того. С физкульт-приветом. А я слышал, с такими лучше не спорить. Так, что там дальше по плану? Здоровый завтрак. Жуйте как следует. Раз, два. Раз, два. Надоела эта каша. Когда уж что-нибудь другое на завтрак будет? Каша – самая полезная еда для спортсменов. Так в моем журн... Твой это... В методическом пособии написано. Давай, давай, давай. Ну еще разок, дядька, давай. Так чемпионами мы не станем. Будем учиться преодолевать препятствия. На Олимпиаде все через козла прыгают, а мы будем прыгать через этого с рогами. Для собак, кстати, тоже Олимпиады проходят. Я вот сейчас с вами подготовлюсь, а потом поеду медаль получать. Ну-ка разойди... И как теперь тренироваться? Их, и все бы ему развлекаться. Как будто дел никаких нет. Э-э-э, куда это вы мою корову повели? Нам для тренировки спортивный снаряд нужен. Козел. Это кто тут козел? Коровка моя? Благородное животное? Ой! Да, с таким настроением в Олимпиаде не победишь. А козел, между прочим, снаряд спортивный. Козел, конечно, снаряд спортивный, но при чем тут мои коровы? Ох, утомилась я. Еще обед полезный готовить. Ой-ой. А что, удобно? Алло, мне срочно нужна пицца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это что тут у вас? Праздник какой-то? Это вы хорошо придумали плакатами все украсить. А вы чего хотели-то? Так я пиццу привез. Вы же заказывали. Теперь наша почта еду доставляет. В деревне почтальон и чтец, и жнец, и за едой гонец. И все на одну зарплату. А я и не знал, что пицца это полезно. Так в моем методическом журнале написано. Что это такое? Ой-ой. Исключить мучное, сладкое и жареное. Стоп! Везите свою пиццу обратно. Возврат продуктов данного ассортимента невозможен. Ой, ладно. Приму удар на себя. А вам вот. Опять каша? Да за что нам такая жизнь собачья? Чего это сразу собачья? Человеческая жизнь, школьная. Детей специально для Олимпиады дрессируют, а потом за это медали дают. Не дрессируют, а тренируют. Но на одной каше мы долго не протянем. А долго и не надо. Олимпиада уже послезавтра. Проверить подготовку в условиях близких к... О, отличное место для того, чтобы проверить готовность к Олимпиаде. Итак, наступил момент, которого мы так долго ждали. Сегодня мы узнаем, насколько плодотворными были наши тренировки. Это что за форт Боярд вы здесь устроили? Это мы к Олимпиаде готовимся. Сейчас Феденька продемонстрирует свои достижения. Это все, конечно, замечательно. Но Олимпиада будет. По теории физкультуры. Как? Письменно. Чего? Чего? Хихихи! Хихихи! Матроскин, я так в дверь не пройду Да, можешь не пройти Ну-ка, присядь А вот так пройдешь Даже еще одна баночка влезет Мне срочно нужна бас-гитара Читай Бродячие термиты превратили в опилки Африканскую деревню Как деревню? А коровы не пострадали? Да термиты древесиной питаются Выше читай В школе номер девять пройдет музыкальный конкурс И что? А то, что там девочка Оля будет Матроскин, ты за сколько меня научишь играть на гитаре? Ну, рублей за... Через месяц сыграешь пару песен, дядя Федор Месяц? Мне через неделю надо Тем девочкам нравятся барабанщики Ой, какое-то у меня нехорошее предчувствие образовалось Дядя Федор Дядя Федор Итак, на повестке дня один вопрос Как прекратить эту кукофонию? Мы все любим дядю Федора Но пора решить Либо мы, либо девочка Оля Меня впервые на собрание посвали Надо подумать Ну, я за нас голосую Правильное решение, товарищ Шарик Ну, и как мы прекратим эту кукофонию? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Есть у меня одна идея Эй, да Федор Помоги фото повесить Не убегут твои барабаны Левый угол повыше Так, так-так-так-так-так-так Теперь правый А где мои палочки? Это бродячие термиты Они и сюда добрались Да Один такой в кепке А другой такой Толстый Так, что происходит? Дядя Федор Мы просто немного устали от твоих барабанов Ты уж три дня без остановки барабанишь Надеюсь, в лесу я вам мешать не буду Ты что, Шарик, не знаешь, как термиты выглядят? Запаниковал я Врать не умею Зря мы тебя послушали Теперь вот дядя Федор в лесу пропал Ох А в лесу мою музыку оценили Во, видите, сколько всего надарили? Сейчас отдохну немного и опять играть пойду Здорово, бобер Ты куда это собрался? Бобрусь к родственникам еду Дядя Федор ваш в лесу такой терарараб устроил Что зверь едой вон скидывается, чтобы он хоть ненадолго замолчал Ну, это, я пойду Я пойду, электричка у меня Да, да Дядя Федор, ну сыграй что-нибудь, а? Не буду Не вышло из меня музыканты А мы так не считаем? Ну, пожалуйста, а? Друг это тот, кто отдает жизни косточку другу Друг это кот Друг это кот С дорогом спорить не буду Друг это ты Друг это я Я ищу я и корова моя Не забывай, у тебя есть друзья Никогда не забуду Круг вас всегда будет любить Несмотря на фиг мамы Ближе друзей кто может быть Только папы и мамы Там, где друзья, будет успех И молоко, и сметана для всех Там, где друзья, будут песни и смех Где-то друзья Так я говорил ему волчья ягода У Матроскин черника, черника Все варенье волкам отдать пришлось Это, конечно, интересно Но вообще-то мы хотели узнать Как у вас, Вера Павловна, мандаринами объелась В общем, я решила И папа меня поддержал Что вам нужна помощь Когда-то и я жила в таком чудесном доме Мадам, вы за сметаной? Не готовы еще вечером приходите Какой милый котик Брысь Собачка, надеюсь, привитая? Знакомьтесь Это Маргарита Егоровна Ваша няня Наша кто? Мам, ну зачем нам няня? Чтобы нам с папой было спокойнее Теперь можете ни о чем не волноваться Работайте себе А мы знакомиться будем Эээ... Маргарита Егоровна? Как зовут? Дядя Федор Феденька, значит Не Феденька, а дядя... Поверь мне, мальчик Я знаю, как выглядят дяди И знаю, как выглядят непослушные мальчики А это что за чудесное дитя? Никакого уважения к заслуженному педагогу Да Над дисциплиной придется поработать Совершенно верно, Маргарита Егоровна Дисциплины и порядка в этом доме не хватает Эта комната мне подходит Несите сюда мои чемоданы И вообще-то я здесь после обеда отдыхаю Эй, дед! Мама, мама! Мы с твоей мамой составили список книг для внеклассного чтения Это на сегодня Телефон и другие игрушки сдаем Как-то сдаем? Они же мне для работы нужны Еще одно слово И для работы тебе понадобится только цепь и конура Правильно, Маргарита Егоровна Может, он теперь чем-нибудь полезным займется А у меня, между прочим, молочное предприятие А у меня, между прочим, непереносимость лактозы Ну, раз для дисциплины надо Гаврюша, за старшего А где мои коровки? Им здесь было тесно, и я их отпустила А для оранжереи Это помещение очень подходит О, как ты валялся В ногах у меня Ты весь издевался Нам надо срочно отделаться от этой Маргариты Мегералды Ха, проснулся Тебе ж нравилась дисциплина и порядок И нравилась Хочу, чтоб все было как раньше Тама-тама Нет, это уже слишком Надо, чтобы она сама захотела уехать Через пять минут обед Манная каша С комочками Затем все сейчас А мне, я думаю, будет очень полезен пикник на воздухе Привет, соседи Можно я у вас в коровнике переоденусь? Искупаться хочу Боюсь, на речке велосипед сопрут Да делайте вы, что хотите Нам теперь все равно Эй, воспитуемые У вас что, нет корзинки для пикника? А вот же подходящая корзина Хм, а ты смышленый, Феденька Дядя Федор, ты гений Пенщики на велосипедуем В прыжок с отрад Вижу, огурчики решили выращивать Молодцы Я от вашего молока уже в детство впадать начал Хай! Что же вы наделали, ироды? А это не мы Это няня вон наша Маргарита Мегерна Слышите? В доме поешь Ча я вашей Маргарите Гангриновне Голосок-то подправлю Ну все Можно ее чемодан и обратно выносить И больше не смейте Без стука вламываться к даме в двор Понятно-понятно Фух, вот эта женщина Кого-то она мне напоминает Маргарита Егоровна Корзиночку вашу куда определить? Под тем деревом на кровати Игорь Иванович А сливки где? Виноват? Одну минуточку Сельфол сгоняет А вы что стоите? Марш в дом Каша на столе Потом чистить зубы и спать Ничего Мы проиграли сражение Но не проиграли войну Да, Шарик Были мы в доме хозяева А стали какими-то аниматорами Вера Павловна Тебе пора спать Ого Вы по работе, Игорь Иванович? Или телевизор посмотреть? Я по-личному Вот, потерялся зверек Неизвестной породы Очень умен И чрезвычайно опасен Нашедшему обращаться в поликлинику Отдел опыта Ну а мы-то здесь при чем? А при том Очень уж она на вашу тыры-пыру похожа О, я ее сейчас с фото сверять буду Тут вознаграждение полагается Таму-таму, дядя Печкин Вы ошибаетесь Она совсем не агрессивная А вы заходите Ага Что я вам, дурачок? Написано же, опасная А, кстати, где она? Наверное, погулять пошла Любит она кости размять Когти Размять Я, знаете что, позже зайду Только сами не сверяйте Это я придумал Вознаграждение получить А правда, где она? И Веры Павловны нет Вера Павловна Тама-тамо Вера Павловна Тама-тамо Тама-тамо Говорил я дяде Федору От этой там и там и Одни неприятности Нашел Охотничий рог свой нашел Интересно, кто его в печку выкинул? И правда, кто же это мог быть? А это что? Что же получается? Наша Тама-тамо Та самая Из поликлиники Ух ты Дядя Федор У нас тут незаконная перепланировка Тама-тамо 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 У меня тренажер для похудания Специально неправильно сделала Ух ты Красиво Как в метро Вера Павловна Вот ты где Тама-тамо Ух ты Ааааааа! Ух ты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты чего? Это же твой ошейник. У меня такой же в детстве был, только без этой кнопки. Вот почему она агрессивной стала. И умной. Нельзя ее туда возвращать. Да, вообще-то она в хозяйстве полезная. Но ведь Печкин ее сверять придет. Надо сделать так, чтобы он передумал. Есть кто дома? Свежей прессе за чудовище вашу. Вознаграждение повысили. Печкин, сверять будете? Уйдет ведь? Аккуратней! Ужас! Ой! Игорь Иванович, помогайте! Э-э, по инструкции сперва надо в город начальству на пейджер сообщить. Батюшки! Держите ее! Я накину ошейник! Зорвалась. Что же вы, Игорь Иванович? Мы ее почти поймали. Ох и здоровая! Сверить успели? Да нет, что-то я передумал. Хлопотно больно. А я не люблю, когда больно. Правильно, что ребятишек дома держите, когда такие монстры по округе шастают. Вот ведь! Забыл совсем. Мне же еще на почту надо, пока солнце не зашло.